Девочки, вот сколько у нас градусов, видите? Двадцать. Два. Забегаю в дом, потому что очень-очень холодно. Девчат, сегодня у нас пятнадцатое число. Снимаю через окно. На улице два дня сильнейший ветер. Вот дерево, видите, как мотыляет. Вообще сильный-сильный ветер. Я думала, дом взлетит. Настолько ветер дул. И двадцать градусов мороза. Ну, начались крещенские морозы. Сейчас недельки две поморозит. Потом недельки две еще китайские морозы. А потом уже, девчата, будет весна. Весна-весна. Придет к нам весна. Оторвала вот этот цветок. Надо отрывать потихоньку. Я их пообрываю. Обрываю. И вот эти вот листики. Друзья, хочу снять небольшое видео, показать, чем я занималась, что я вязала. Вот на стол положила. И вот вязание. Сейчас я вам все покажу, расскажу. Два дня сидим дома, не вылазим. Потому что, ну, невозможно, девчонки. Просто невозможно куда-либо высунуться. Ветрище. Я вчера два ведра угля стопила. Топила до поздной-поздной ночи. Ну, Вера спит у меня под легким одеялом, смотрю. Тепло мне укрывается. Думаю, чтобы девчонке было комфортно. Я топила. Я сплю на веранде. У нас тепло. Сейчас посмотрим на ту сторону, что там. Все переживало за дерево, чтобы оно не оборвалось. Вот на этой вот стороне. Видите, вон дерево. Оно же все обломанное. Ветер сильный. Но ветка еще висит. Вот она висит. Но она подсохнет еще. И, конечно же, она упадет. Но, слава Богу, что лишь бы не все дерево рухнуло. Вот о чем. Здесь снега. Вон сколько, видите. Но это северная сторона. Здесь все время снега много. Поэтому мы даже тут сейчас не ходим этой тропой. Там вон песок заметенный. И вот это отсев тоже. В общем, на улице холодно, девчат. Никуда не идем. Сидим дома, занимаемся своими делами. Вера убирает елку. Я говорю, ты убирай елку, пропылесосить, там пыль повытирать. А я буду заниматься вязальными делами. Вчера сидела, вязала палантин на пятом классе. Вот. Но сейчас я вам покажу. Вот с этой вот пряжи. Вот. В общем, пойдемте, наверное, к столу. Сядем и уже спокойно все вам покажу. Девочки, поставила камеру и окно закрыла, потому что солнце на веранде светит сильно и приходится жалюзи опускать. Вязала вчера палантин. Ну, вы знаете, что я тогда петлю упустила, распускала. Уже моток вывезен был, распустила, все заново перевязывала. Пряжа у меня, девчата, Ализе Симли Сал. Так. Колор 363. И на 100 грамм 460 метров. Что здесь входит, я вам сейчас скажу. 96 акрил, 5 металлик, значит, 30 градусов стирка, утюжок 1. Я вчера его отпаривала. И отпаривала прям на тройке. Паром, паром, паром. Крючок 1,3 и спицы 2,4. Вот такой вот тут рисуночек. Можно накидки, шали, палантины вязать с него. Все, что угодно, девочки. Оно у меня большое. Я вам сейчас скажу просто ширину. Потом уже буду показывать, когда отдельно. И я уже вам подробно все расскажу. По ширине у меня 62 сантиметра. И вы знаете, можно было чуть-чуть поуже сделать. Потому что, ну, вот такая ширина большая. Оно же растянулось. Это у меня было 60 и 30, и 70, так. На 130 петель. Вот такое вот полотно вышло. И метр 80. Чуть-чуть больше даже. Длина. Но он еще, я считаю, что не завершен. Я хочу сделать обработку. Или пико сделаю, или же здесь вот сделаю, девчата, кисти. Ну, кисти на любителя, да? Кисти, они на любителя. Пикушкой можно вот обработать край. Вот я здесь начинала пять, пять, значит, лицевыми. Вот, 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 видите, пять, пять, пять. Ай, господи, вот память. Вот что с памятью? Нарушение памяти, девчата, идет, и все. В общем, девочки, пять вот строчек я провязываю лицевыми петлями. Видите, это нарушение у меня после ковида. Я прошу прощения, бывает прям на лету вылетает слово, и стараешься его найти. Но я думаю, это восстановится, потому что это вот у многих. У меня дочери 44, и то же самое происходит. Ой. Ну, это вот после болячки. Девчата, вот так выглядит на лицевой стороне. И вот так вот выглядит на изнаночной стороне. Получается красиво. Я потом сделаю, когда обзор готовых вещей, я вам покажу, как можно носить, и как он полностью выглядит. Он большущий. Здесь я вам его полностью не могу показать. Вот. А уже потом сделаем обзор моих готовых работ. Я все собираюсь, собираюсь. Но у меня то одно. Бегом-бегом надо. Вы знаете, я связала Саше носки, шапку. Потом связала Косте шапку. Одну, вторую я отдала. Вот эту вот шапочку я связала. А она получилась. Девчата, немножко вот здесь вот отличия есть по цвету. Ну, вот если приглядываться, то есть. Если не приглядываться, кто не знает, тот может даже, мне кажется, и не обратить внимание на это. Ну, вот этот вот клин, вот он, да, он немножко темнее. Можно шапочку, шапка Бинни, можно ее носить вот таким образом. Костя носит. Вот так. Сзади. И вот так она выглядит спереди. Хочу сказать, что шапка вот такая. Она носибельная. И она идет что женщинам, что мужчинам. И вяжется очень легко клинышками. Высота. И вот макушка. Высота макушки, она вяжется частичным вязанием. Я здесь вязала по 10 петель брала. Десятую не довязывала. До десятой возвращалась. Назад, потом провязывала еще ряд до девятой, потом восьмой, седьмой, так до первой. И получался клин. Клин. Потом заново клин вяжется. И вот таким образом. Если хотите подгиб, значит увеличивайте шапку на высоту именно подгиба. Если не хотите подгиб, значит делаем замеры. От уха до уха. Сейчас я возьму сантиметр. Ну, примерно вам так это покажу. Вот берем от нашего уха. Вот. 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 От середины ушка, да. Провожу через макушку. И вот до середины ушка. 42 сантиметра. Вот. Вот. Как высчитываем высоту? 42 делим пополам. 21 сантиметр. Это высота шапки. 21 сантиметр. И есть еще донышко шапки. Вот оно. Донышко. Донышко. Тоже по стандартным меркам. Там 8 сантиметров. Допустим, на детей старше 10 лет уже и на взрослых. 8-9 сантиметров. Вот от этого девочки и пляшем. Если 8 сантиметров. Вот она макушка. Вот эти сантиметры мы и не довязываем. Бегаем туда-сюда. И получаются вот такие вот шапки. Шапки теплые, колосные. Но эту шапку я вперед поначалу хотела, девочки, распустить. Думаю, да распущу, сделаю носки. Потом думаю, зачем напрасный труд. Косте пойдет эта шапочка для работы. Распускать не надо. Это мой труд. Мне жалко. Да и шапка сама, кстати, она очень классная. Она теплая. Она непродуваемая. Здесь козий пох. И, по-моему, меринос. В 4 нитки. Представляете, какая она теплая? Вот сейчас вот такие бешеные морозы идут. И плюс такой бешеный ветер. Девочки, это не передать. Мороз будет зашкаливать как бы за 40 на Дальнем Востоке. Если 20 мороза и плюс сильнейший ветер, это 40 считает с лишним. Потому что мы живем рядом море. Влажность огромная. И при ветре это пронизывающий ветер до мозга костей. Вот понимаете? Просто промерзает человек. Вот. Поэтому шапочка будет на работе ему сама то, теплейшая и классная. Теперь по носкам. Вот эти носочки я связала все для зятя. Девчата, это все для моего зятя. Сейчас я вам скажу. Вот эти носки связаны руками и связаны они с рассказовской пряжей. Вот тут еще, видите, эти вот штучки, опилки попадаются. Хотя я их же стирала. По-моему, стирала. Уже не помню. Вроде как стирала, девчата. Но опилки, опилки, они выпихнутся. Вот при каждой стирке они будут прям вот вылазить, вылазить. Такое ощущение, что их не стирала. Что опилочки вот здесь вот есть. Видите, сколько я вытаскиваю. Но вытаскиваются, девочки, очень легко. Прям просто вот легко. Вот они, видите? Вот. Поэтому пряжа шикарная. Мне очень-очень нравится. Мне там написали, Таня покупает еще. Но у меня... Вы знаете, что я не покупаю по малу пряжи. Когда я вот закупила первую, я брала на маленькие. Потом я брала на пряжа 96РФ. И там уже попробовала я с нее повязать. Мне понравилось. И там я несколько заказов делала, девчата. И меринос, и ангору. И крученная. И гладкоокрашенная. Там разная была. Я всякую брала. И вся буквально мне нравится. Абсолютно вся. Не буду говорить, какими спицами вязала. Потому что это я вязала, ну как, для кости. Я уже не помню, девчата. Если во влогах где-то говорила, то кому интересно, найдете. Посмотрите. Здесь закрывала на 4 спица. Видите? На 4. Можно на 4, можно на 2 закрывать. По-разному. Пятку я вяжу. Самую обычную бабушкину пятку. Вот она. Вот таким способом вязала и капюшон. Для девчонки на курточку. Вот Костя приехал вчера домой. Приедет, заберет эти носочки. Вот эти носочки я вязала на машине. Здесь вязала резинку «Кавказская тройка» руками. А сам носок вязала на машине. И вот здесь идет вот шов. Это тоже рассказовская пряжа «Миринус». «Миринус». По-моему, крученная. Она классная, девочки. Я вот тут еще, видите, даже эти не убрала. Нитки. Вот. Вот нитки еще не убраны. Давайте я вам наизнанки покажу. Вот здесь идет, вот он. Вот шовчик на машинке. Я прям зашивала его через колок. Здесь вот так мысик. И вот он идет шовчик. Кстати, эти носки я тоже не стирала. Вот эти и эти, видать, не стирала. А вот вчера я стирала. Просто перекинулась на другое вязание. И положила их, и забыла. Но эти я носочки постираю. И тогда уже ему отдам. Когда придет мальчишка, мы померяем. И я покажу на ноге. Вот эти вот швы, девчата, они незаметные. И они мягкие. Потому что я ношу такие носки на машине связанные. Вот эта вот пряжа. Сейчас носки прям на мне. Очень мягкая становится. Не колючая совершенно. И очень комфортная. Очень теплая. Вот эти три пары я связала на машине. И эта пряжа уже другая. Носочная она называлась. Эту я покупала, где брала кавказскую пряжу. Вот носочная в пасмах. Девчата, пряжа понравилась. Понравилась. Это на 41 размер. Вот здесь резинку я вязала на руках. Вот резинка. Видите? Это все носки для зятя. Вот она. Натянется прекрасно. И когда она вот здесь вот растянется по ноге, то есть длина укоротится. Вот. Ты их постирала так. Вытянула. Руками выжимала. Вот эти вчера я стирала носки. Тоже такая же пряжа. И тоже я резинку связала ручками. Вот эти носочки я постирала вчера в машине. Вот давайте сравним. Эти на руках. Вот эти. Эти черненькие на машинке. Смотрите, девочки. Вот насколько они подсели в машинке. Видите? Буквально, наверное, 2 сантиметра точно будет. Сейчас замерю даже. Ну да. Даже 2 с половиной. Вот. Чуть не 3. Чуть не 3. Поэтому, поэтому они подсядут, но они, смотрите, как тянутся вширь. В общем, придет кость и будем мерить. И я на ножке покажу. Единственное, вот эта вот пряжа черная, вот эти волоски белые. Летели девчата с неимоверной силой на машинку, на стол, на палас. Везде они летели. Но они выкидываются. Я не знаю, как они это называются. Белые вот эти волосики. Но пряжа сама очень теплая. Очень теплая, девочки. Мне она очень-очень понравилась. И мягкая. Вот одевала, хоть они и большие, но я прям одевала на свою ногу. Думаю, дай-ка я померю, какие ощущения. Колкостей нету. Абсолютно. Это точно. И прям вот тепло, вот на руку одела. Вот тепло-тепло. Просто тепло. Я их заказывала по две пасмы. Костя вчера скинула вот это. Он говорит, зачем так много? Я говорю, чтобы было. И Вера говорит, чтобы было. Чтобы носил. Вот. Вот это серенькие. Просто бомбический цвет. Такой цвет красивенный. Вот он цвет напоминает, я ему шапку вязала. Цвет был асфальт. Потому что вот эти вот белые волоски, вот они такой эффект создают. Да, цвет асфальта. Тоже вот они. Но постирает. Постираются. Они еще подсядут, подваляются, наверное. И будет само то. Здесь с резиночками. Вот эти носки связала без резинки. Видите, поголенок короткий. Вот короткий поголенок. Вот эта пряжа тоже понравилась. Верблюжья. Я называю это верблюжонок или как-то цвет верблюжка. Тоже классно, девочки. Здесь не было таких вот белых этих. Мало. Ничего с них не летело. И вообще такая вот приятная пряжа. Вот то, чем я занималась. Сегодня я хочу повязать. Сейчас я носки уберу и покажу вам, что у меня, какие продвижения с моей кофтой. Сегодня я хочу повязать носки. Носки для зятей я больше вязать не буду. Я ему навязала. Это достаточно одни или двое он еще забирал. Это ему надолго. Пусть носит вместо тапочек. Где-то я буду на работу поддевать под обувь. Но я не знаю, налезут на обувь они или нет. Посмотрим. В общем, он придет, мы померяем все. И я сниму видео или фото на ножки. И потом вам покажу, девочки. Ну, теперь вот по кофточке. Вот я вязала свою кофточку, продолжала. Вчера, видите, вторые спицы воткнула. И делала уже примерку. Мерила, девочки, мерила. Как будет у меня пройма выглядеть. Видите, вот она моя пройма. И вот мои подрезы. На подрезы взяла аж 20 сантиметров. Вот они, подрезы. Ну, и вот думаю, можно было бы и 10. Но 10 будет тянуть. Будет в обтяг, в обтяг, прям в обтяг. В обтяжку не хочется. Здесь по горловине я набирала. Это, девчата, кавказская двоечка. Вот такой цвет. То ли клевер называется. Что-то вот такое. Ну, цвет просто вот красивенный-красивенный. Вот. Я набирала на горловину 124 петли, чтобы горло было прям вот открытое-открытое. Не люблю, когда под самую вот шею. По 4 петли взяла на реглан. У меня получилось 18 вот здесь петель к рукавчикам. И по 36 это полочка и спинка. Вывязала реглан. Реглан я вам сейчас скажу. Так. 20 сантиметров у меня по переду. И 20 он идет по спинке. 21 по спинке. По спинке он всегда у нас длиннее. Получился росток. Росток у меня. Азиатский росток. Так. 6 сантиметров. Там вопрос был. Как, Таня, будешь вязать росток? Покажи. Сейчас я объясню, как я его вязала, девчата. Вот я вывязала, да, реглан. В реглане прибавки идут через один ряд. Так как вяжется по кругу. Вот один круг я прибавила. Я вытаскивала из протяжки. Видите? Вот такой регланчик идет. Вот он. Из протяжки брала и перекручивала сразу. Делала ее перекрученную, чтобы вот здесь не было дырочек. Если хотите дырочки, можно делать накиды или же не перекручивать. Тогда будет дырочка. В одном ряду, значит, я как бы лицевой ряд, потом идет как бы изнаночный. Он тоже вяжется как лицевой, но мы его считаем как изнаночный. В одном ряду я добавки делаю, в другом провязываю вот то, что мы вытащили. Петельки мы их просто провязываем. Таким образом вяжем. У меня 20 сантиметров. Мне больше, девчат, не нужно. Я не люблю, когда регланная линия куда-то уходит далеко и получается вот здесь под мышкой не понять что. Ну, не нравится такой фасон. Вы можете делать там оверсайз, не оверсайз. Я не знаю, все по-разному вяжут, поэтому я никогда не смотрю, как там кто-то вяжет, кому-то что-то нравится или идет. Я вяжу, еще раз скажу, так, как идет мне и как нравится мне. По-другому я не вяжу, девчата, потому что носить-то буду я, а не те, кто меня смотрит, понимаете. Поэтому вяжу я только на себя и для себя. По спинке, по спинке. Вот провязала я спинку, да? Вот провязала. И мне нужно будет разъединять полотно, чтобы вывязать росток. Вот мой росток, видите? И он идет не прямо вот так, а он идет, смотрите, видите как? Сейчас я его переверну, как бы кофту, вот таким образом. Вот когда дошла до той части, когда уже нам нужно вывязывать росток, я, значит, отделила рукава, видите, на дополнительную нить. Тот и тот рукавчик. Вот на ниточке он не мешает. Многие сбрасывают на спицы, но спицы, когда вяжешь, и они вот здесь под рукой все время висят, неудобно мне. Я всегда на ниточку. При помощи крючка сняла петли. И когда я их начну вязать, я их подниму на спицы. На одних спицах у меня остался перед полочка, да? А вторые спицы я беру и вяжу наш росток. Вот он росток, девочки. Вяжу высоту ростка. Вот от лицевой, по лицевой стороне, значит, первая петля это у нас как бы кромочная, но мы ее провязываем и здесь, и здесь. Первую мы снимаем, а последнюю я провязываю лицевой петлей. Не так, как вот кромочную мы вяжем всегда изнаночной петлей, да? Здесь я ее вяжу лицевой. В лицевом ряду, здесь будут у нас поворотные ряды, в лицевом ряду вот здесь первую петлю сняла, с протяжки достала петельку, перекрутила ее, провязав. Потом будем провязывать ее перекрученную, одеваю на спицу, ну как бы делаем вот добавочную эту петельку с протяжки и пошла, 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 пошла вязать сюда. Дохожу до последней как бы петли, перед последней петлей я тоже делаю добавку с протяжки, перекручиваю ее сразу. И провязываю последнюю лицевой петлей. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и начинаю вязать. Первую петлю на изнаночной стороне снимаю. Вот эту добавочную провязываю изнаночной петлей. Весь ряд вяжу-вяжу-вяжу изнаночными петлями. Снова дохожу вот до предпоследней, которую мы добавили с протяжки, провязываю ее изнанкой. И последнюю тоже здесь провязываем изнаночной петлей на изнаночной стороне. И вот так я делаю добавки в лицевых рядах. Видите, она идет на расширение. Вот мой росток вяжется. Ну вот покажу. И вот добавки идут. Вот они, вот петли. Они добавляются, и он у нас получается вот такой закругленный. То есть у нас не будет вот здесь, когда мы будем с вами набирать вот эти вот петли, поднимать, да, для рукава. Вот у нас будет рукав с вами, девочки. Вот так. То мы с вами будем вот тут, вот здесь поднимем с ростка петли. Мы их будем поднимать к рукаву, добавляются они. И вот эти вот петли наши по нашему подрезу, они тоже поднимутся и пойдут на рукав. Это все уйдет в рукав. Вот у меня здесь было, сейчас я вам даже скажу, как высчитать еще подрезы. Как высчитываются подрезы? Я вышла, вот когда вот сюда к подрезам, да, у меня на спинке было 109 петель. Я посчитала их, записала. На переде, перед, у меня 98. Сейчас скажут, почему спинка больше, а перед меньше, а спинка больше. За счет вот нашего ростка, за счет прибавок, что мы с вами прибавляли, они же входят в спинку. Вот эти вот добавочные наши вот петельки. Было 98, а стало 109. Вот посчитайте, сколько мы добавили. 9 и 2, 11 петель, 11 рядов я провязала, получается, туда и обратно. И 11 петель в итоге у меня добавился. 11, 11, 11, значит 6 рядов туда-обратно. Вот. Посчитала 109 по спинке, перед 98. Сложила их, получилось у меня 207 петли. В 10 сантиметрах у меня плотность 22 петли. Спицы 3,5, девчата. В одном сантиметре 2,2 петли. Потом обхват груди у меня 114. Под мышками у меня 112. Я не делала прибавок. Почему? Потому что эта пряжа, она растянется при носке. Не хочу, чтобы было сильно широко. Делала прям вот строго по своим меркам. 112 сантиметров умножаю на 2,2 петли. Это плотность. У меня получается 246 петель. 246 петель отнимаем вот это общее количество спинки и переда. 207 петель. И у меня получается 39 петель. Мне нужно добрать на подрезы. Но 39 нечетно, я беру 40 петель. Подрезы с двух сторон. Значит, по 20, девочки, петель. У вас будет свое значение. У вас своя плотность, свои мерки. Свой реглан. У кого-то он будет 22 сантиметра. У кого-то он будет 18 сантиметров. Также и вот здесь рука. Если рука, допустим, ну, большая, да, можно потом вот здесь сделать сокращение и вывязать вот так треугольничек. Сделать убавочки. Ну, у меня было такое видео. Тоже я как-то вязала. И рука сам хотелось заузить. А заужаем как? Когда поднимем по рукаву. Вот здесь центральная петля. И к центральной петле просто вяжем и делаем сокращение. То есть вот здесь вывязывается такой треугольничек. Сколько нам надо сократить? Допустим, 10 петель надо сократить, да? Мы с одной стороны, со второй сокращаем две петли. То есть в пяти лицевых рядах мы сократим по две петли. Вот. И 10 петелек получится вот здесь уголочек. Они сократятся. Но я вот сегодня еще померяю. Вера на меня посмотрит. Я вчера сама мерила ночью. Вот. И если... Ну, нет. Убавлять я не буду. Потому что у меня вот здесь, вот здесь вот... Померяю, просто Вера посмотрит. Как хорошо выглядит по спинке легло. Хорошо, нехорошо. Но я думаю, хорошо, потому что вот здесь... Я уже, видите, сколько провязала от подрезов. Сантиметров 6, наверное. Да, 6. У меня уже глаз алмаз. И вот по обхвату у меня получается 60... 62, по-моему, тут... Так, девчата, я так мерила. Тут спицы еще. Лежат спицы. Давайте так вот буду прям двигать, двигать, двигать. Потому что спицы... 50... 58, да? Это получается 100... 100, 100... 116 сантиметров. Видите? Почему? Грудь у меня 114. Вот кофта сядет идеально по моей фигуре. Вот здесь я провязала на спицах 3,5. Когда сделала подрезы, я провязала, ну, наверное, сколько рядов. Я вам сейчас даже скажу, вот здесь есть отличия. Раз, два, три, четыре. В четвертом ряду я уже перешла на спицы 3,75. Вот 3,75. Провяжу где грудь. Выточки я не буду вязать. Они мне не нужны. Абсолютно. Это будет кофта домашняя. Для дома. Теплая, хорошая носибельная кофточка. Вот. Я провяжу на 3,75. Чуть ниже груди уйду. Я снова уйду на 3,5. Где талия. Я это вот место опять же провяжу. И потом снова уйду на 3,75. И ближе к бедрам, возможно, я перейду на четверку спицы. И все, девчата. Но хочу еще здесь сделать прорезные карманы. Ну, кармашки сделаю. Рукав я не знаю. Если будет рукав, то ниже локтя. Но не, ну, как сказать, вот по такой, наверное, вот длине, не ниже. Видите, вот кофта она мне с детской новинки. Вот рукав. Вот он. Прямо локоток закрывает. Вот то. Само то для домашнего ношения. Когда длинный рукав, все время начинаешь его дергать. Хоть на кухне, хоть дома что-то делаешь. Рукава эти постоянно мешаются. Не люблю я в доме, чтобы мои руки были укрыты. Ну, они должны быть укрыты для тепла, да? Для моего тепла мне хватит вот ниже локтя. Вот, девочки. Вот это вот моя работа. Ну, я считаю, что я много связала. Я ее только-только завязала. Вяжется легко, классно. Пушок есть на пряже. И она настолько мягкая. Она настолько приятная, девочки. Вяжу второй вот моточек. Извязываю. У меня было три больших мотка перемотанная. И два таких вот, ну, вот такие где-то. Вот это второй моток я вывязываю. Ну, мне хватит этой пряжи вполне на мою кофточку. А потом, потом еще, еще хочется связать еще один жилет. Вот типа моего зеленого жилета. Только, ну, другой рисунок подобрать. И другой цвет какой-нибудь тоже такой нейтральный, я скажу. Чтобы он не был ядовитым. Вот. Может быть, какой-нибудь или серенький. Ну, такой, чтобы, знаете, тоже одел и побежал. У меня все, одел и побежал. Хочется. Раз хочется, надо вязать. Вот, девчата, на этом я вот все вам показала. Что у меня в голове мне хочется. Сегодня я повяжу носки для ребят. Буду вязать. Буду вязать поголенок прямой. Без резинок. Просто поголенок прямой. Я точно фотографии там смотрела вконтакте. Вяжут девчата просто прямой, поголенок. Высота, там мне писали, 25 даже сантиметров. Вот. И, ну, на машинке это быстро. Но все равно, когда вяжешь монотонно одно изделие, ты устаешь. И хочу сказать, что машинка, это не отдыхалочка, девочки. Это не отдыхалочка. Там тоже, там работа. Там именно работа. Вот здесь отдыхалочка. В ручном вязании сидишь, расслабилась, можешь ноги на диван закинуть, подушку под спину положить, расслабиться, вязать, смотреть интернет и слушать там или кино глядеть, знаете, и общаться по телефону. И вяжешь. Остановился, вяжешь дальше. Машина – это работа. Вот кто хочет купить и вязать, девчата, сразу говорю, что это, да, это работа. Она затягивает, эта работа. Машинка также затягивает, как и ручное вязание. Меня там спрашивали, Таня, легко ли вязать на машинке. Я вам скажу так, что интересно, увлекательно. Бывает легко, бывает тяжело, бывает перевязываем. Там все время надо следить за оттяжкой, за иголочками, чтобы не потерять эту иголочку, чтобы не слетела петелька. Вот. Ну и это тоже ручной труд, девчата. Машина сама без нас не вяжет. Не вяжет. Вяжем мы. Машина только… Вот каретка бегает, и она провязывает. Она просто ускоряет процесс, а за всеми процессами, за всеми манипуляциями, движениями нашей ручки. Без наших ручек машинка ничего не свяжет. И хочу еще сказать тем девчатам, которые заинтересовались и хотят купить машинку, вы определитесь, что вы хотите вязать. Вот я купила, я, конечно, у меня склад характера такой. Я увидела, загорелась, мне вы не положь. Все. Ну, до этого я посмотрела немножко, конечно же, видео по обзорам, по машинкам. И хорошо, что я купила самую первую мою машинку Silver Reed LK-150. Девочки, машина замечательная. Вот просто замечательная. Она именно для начинающих. Вяжет лицевые изнаночные петли, вяжет частичное вязание. На ней можно вязать все. Вяжет и узоры. Будете перекидывать декером иголочки, ниточки, и будут у вас узоры. Вяжет все. И она очень-очень понятливая. И хочу сказать, что там удобно для начинающих, что она вяжет и более тонкую нить, и более такую среднюю нить. Кавказскую двойку она вяжет на ура. Тройку ей вязать тяжеловато. Она уже ее вяжет через одну иголку. Через одну иголку она ее возьмет. Вот. Эта машина LK-150 считается четвертого класса. Затем я купила машину пятого класса. Это уже идет в бразер. Восемьсот, так, шестьсот восемьдесят шесть. Бразер или восемьсот шестьдесят восемь. Ой, восемьсот шестьдесят восемь. Все время я путаюсь в этих. Она перфокарточная, но там уже она вяжет тонкими ниточками. Иголочки тоненькие-тоненькие я показывала. И это, конечно, получается идеальное изделие. Шикарные. Вот этот вот палантин я вчера вязала. Вот этот, девочки, на бразере пятого класса. Видите, какие тут петельки маленькие. Это на седьмом. Плотность семерочка я вязала. Там можно вязать в две нити бобинную пряжу. И будут изделия идеальные, шикарные. Но смотрите по своим глазкам. Вот, допустим, мне вязать на ней, если ежедневно, то это тяжеловато будет. Конечно же, я на ней буду вязать, но не каждый день. Машина пятого класса это. Машина куплена самая крайняя у меня. Не говорю, что она последняя. А говорю крайняя, потому что не зарекаюсь. Может быть, я куплю еще вторую фантуру. Может быть. Ну, не знаю. Это еще ко мне в голову не легло. Ну, вот, пока что даже об этом не задумываюсь. Но все равно, все может быть, все может случиться. Машина третьего класса. Это тоже бразер. Там иголки большие. Вяжет толстенькую, среднюю толстенькую пряжу. И очень-очень толстую. Вот тройку кавказскую вяжет девчата на ура. Вот просто на ура. Она там вяжет и буклированную всякую-всякую-всякую. Сейчас, минутку. Девочки, в честь Нового года дарим консультацию бесплатно психолога. Выключила. Это вообще кошмар. Начинаются. Новый год только наступил. Начинают звонки. То зубы поставьте, то придите туда. А то, значит, видите, бесплатная консультация. Смешно. Я в таких случаях телефон просто отключаю, даже не разговариваю. Вот про пятый класс девчонки. Ой, про третьему классу, девочки. Это идеальная машина вот для меня. Третий класс. Идеальная машина. Вяжет пряжу крупные петли. Изделие вылетает. Я вот два свитера связала для кости на ней. Полотно вылетает из-под иголок, из-под каретки. Только каретка мелькает. Полотно быстро растет. Пряжу не успеваешь менять, подставлять моточки. Это идеальная машина. Идеально. Идеально в том, что глаза, во-первых, я не напрягаю. Но для меня, вот я говорю, для меня. Полотно, получается, мне очень понравилось. Я ввязала три свитера. Три. Я связала два свитера с тройки с кавказской. И один свитер с рассказовской пряжи. Шикарный свитер. Шикарный. Но он у меня, видать, уйдет на продажу, девочки. Потому что у меня очень много носить. Очень много носить вещей. Поэтому выбор остается за вами. Но еще хочу сказать, кто приобретает одну машину, начинайте, конечно, с самой простой, с самой легкой и доступной. Она и по цене нормальная. Вот ЛК-150. Я бы всем советовала. Я купила к ней еще и ставку на 50. Игл. У меня она стоит новая. Я ей, конечно, даже не пользовалась. Она так в упаковочке лежит. Но если нужно, допустим, связать плед, да, из теплой пряжи, то можно вставку сделать. Уже будет 200 игл. Уже 200 игл. И с той же кавказской пряжи можно вязать плед. Большим-большим полотном. Представляете, девочки? Только единственное, нужен стол. Ну, стол или два стола совмещать, чтобы, ну, поставить машинку. Но это не проблема, мне кажется. Можно два стола, если даже они разные по высоте, тех же книг подложить. Что-то придумать всегда можно. Поэтому, девчата, выбор за вами. Я думаю, на такие вот ответы, вопросы, которые требовали, развернутый ответ, я ответила, девочки. Кому что еще интересно, спрашивайте, не стесняйтесь, пишите вопросы в комментариях. Я всегда отвечаю. Если ответ коротенький, там я пишу, да, нет, допустим, в комментариях. Вот. А если нужен такой вот ответ, то я отвечаю в видео обязательно. Вот. На этом, девчата, все, мои хорошие. Я буду вязать, заниматься любимым делом. И, по ходу, вам буду все это показывать. На завтра, завтра понедельник, Вера идет в колледж. Морозы. Завтра будем пытаться попасть нам в пенсионный фонд. Скорее всего, прямо она отучится, и туда уедем. Попытаемся в живой очереди пройти. Ну, зайду там до начальницы, попрошу, чтобы ее приняли. Объясню ситуацию, что идут сейчас профзанятия, и пропускать. Вера так меня не пропускает. Она говорит, мам, сейчас профессионально идут уже уроки. Не хочется вообще ни одного урока пропускать. Она ответственная, ребенок, девчата. Она ответственная всегда, переживательная за эти вещи. Вот. Поэтому, что там и как, я потом всем, всем вам расскажу. Расскажу. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Подписываемся, девочки, мальчики. Кто еще не подписан, кому нравится мой канал. На Яндекс.Дзен приглашаю подписаться тоже, потому что что-то там замерли мои подписки. Наверное, надо выкладывать вперед туда, а потом только на YouTube. Я закашлялась, девчат, простите. Всем-всем огромное спасибо за поздравления моей семье с Новым Годом. Я тоже, девчата, мальчишки, вас всех-всех хочу поздравить с наступившим Новым Годом. Теперь он уже вступил действительно в свои права. И старый стиль уже прошел Новый Год. Мы сегодня елку убрали. Желаю вам всем здоровья, мирного неба, достатка и огромного счастья. Пусть будет каждая семья счастлива и живет в окружении доброты, любви и всего самого-самого лучшего. Пусть все ваши мечты сбываются. На этом все, мои дорогие. Всем пока-пока. А с вами была ваша Татьяна. До новых встреч.